Даты образования патрульно-постовой службы приняты считать 2 сентября 1923 года. Этот день выбран не случайно. Именно тогда объявлена инструкция постовому милиционеру, в которой были изложены общие положения о постовой службе, права и обязанности ее работников. О современных буднях сотрудников по беседам этим утром с нашим гостем. В студии Евгений Самароковский, заместитель командира полка патрульно-постовой службы полиции Управления Министерства внутренних дел России по городу Воронежу. Доброе утро. Доброе утро. Поздравляю вас с праздником. Спасибо. Как будете отмечать? Как обычно вообще? На работе. С награждением, с почетными грамотами. Часто получаете поздравления в этот день вообще в свой адрес от друзей, знакомых, граждан обычных, руководства, коллег? Да. Считаю, что данный профессиональный праздник относится ко мне, так как я уже 19 лет прохожу службу полку патрульно-постовой службы. От должности полицейского до должности заместителя командира полка. Так. Ну вот, значит, вы нам сейчас очень детально расскажете о вашей работе, потому что нам интересно, что входит в обязанности сотрудников патрульно-постовой службы. Главная задача патрульно-постовой службы – это охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на улицах и иных общественных местах, на объектах транспорта и транспортной инфраструктуры. Также пресечение преступлений и административных правонарушений, защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан от преступных и противоправных действий. Ну, то есть это вы те люди, которые ходят по городу и смотрят за правопорядком, правильно? Они наблюдают. Когда вот у нас сейчас факел играет, я вижу, очень много полицейских ходят, смотрят. Это именно сотрудники патрульно-постовой службы. Всё верно. А у вас есть какой-то пункт, вот где вы стоите, где вы дислоцируетесь, или вы постоянно находитесь в движении, в действии? Нет, у нас есть полк патрульно-постовой службы полиции, который находится по адресу Бахметьево, дом 7 города Воронежа. Но у вас люди выходят в наряд, проходит какой-то там, не знаю, промежуток, там, отрезок какой-то улицы и потом возвращаются? Или как? Есть определенные смены режима несения службы, вот. Но есть три смены. Дневное, вечернее время. То есть вы постоянно сменяетесь, и получается, у нас город постоянно под вашим бедительным оком находится? Так точно. Не бывает часа, когда перерыва, знаете? Технического перерыва не бывает. Постоянно всё под контролем. Так. А у вас какая-то статистика ведётся? Вот сколько шагов в день вы вот проходите? Вот есть, знаете, нормы? 10 тысяч шагов у человека? Скажу, что больше. 10 тысяч ежедневно сотрудник полиции, который осуществляет пешее патрулирование в посту, проходит, может быть, даже 30, может быть, 40 тысяч шагов. То есть с физической активностью у вас всё в порядке? Всё нормально. Ну, а часто вот я, например, смотрю на каких-то праздниках или на тех же футбольных матчах, бывает так, что сотрудников патрульной постовой службы ходит достаточное количество, прям насыщенно. И это группы целые, там, 5-6 человек. Это вот действительно в какие-то такие, по определённым поводам усиливается? Это по расчёту сил и средств задействуется только сотрудников. Если мы говорим про футбольный матч, там есть определённый маршрут патрулирования, КПП, где находится ряд сотрудников, количество сотрудников, там, от 5 до 6 человек. Более усиленный режим несения службы, назовём это так. Вы сказали, что у вас есть пеший патруль. А есть ли у вас, там, не знаю, как транспортный какой-то в движении? Патрульный автомобиль. Ага, автомобиль. А ещё? Патрульный экипаж, назовём это так. Есть наряды, которые несут службу со служебными животными. У нас есть подразделения кинологический взвод и есть кавалерийский взвод. А как они распределяются? Они тоже всегда каждый день выходят на службу или тоже по определённым поводам? Ну, если это, будем говорить, летний период времени, мы задействуем, например, конное подразделение для несения службы в местах массового отдыха граждан. В парке? К примеру, это пляж Боровой Сомова, парк Динамо, спортивный комплекс Олимпик. И также в летний период времени они осуществляют охрану общественного порядка в детских лагерях. Ого. Ну, получается, патрульный постовой — это человек, который должен быть универсальным. И уметь и водить автомобиль, и наложность какая-то. Да, и наложность. На территории города Воронежа у нас в основном задействуются патрульные экипажи. Они мобильные и способны своевременно оказывать воздействие на изменение оперативной обстановки на территории города. А расскажите, пожалуйста, есть ли какие-то районы или какие-то улицы, или какие-то места в нашем городе особенно опасные? Да, потому что, ну, принято считать, что это там отдалённые районы, там, ВАИ, Машмед. Вот что говорят сотрудники патрульно-постовой службы? Так это? Или, может быть, сконцентрировано наибольшее количество разбоев у нас в центре как раз? Я не могу сказать конкретно, что у нас в городе Воронеж есть какие-то криминогенные районы. Но по итогам шести месяцев 2024 года, если сравнивать регистрацию преступности по уличной направленности, то это был советский район. Если по итогам семи месяцев по регистрации уличной преступности, то это, получается, центральный район. Вот так. Этому конкретику нельзя сопоставить, что какой-то конкретный у нас криминогенный район на территории города Воронеж есть. Но что считается, вот, и входит в эту статистику? Это какое-то хулиганство, кражи, грабежи? Если по нашей уличной направленности преступления, у нас это кражи. Уличные кражи. То есть воришки? В основном это кражи телефонов. Если человек находит какой-то посторонний предмет, да, очень сейчас бдительные люди, это прекрасно и замечательно, если оставили где-то какую-то сумку или какое-то устройство, которое наводит подозрения, вот что в этой ситуации делать, расскажите, как часто с этим вопросом обращаются именно к вам? Да что делать? Категорически запрещается предпринимать каких-то самостоятельных действий. Нельзя трогать посторонний предмет, передвигать, перемещать, производить какие-то манипуляции с данным предметом. Сразу же непосредственно нужно позвонить 02 либо 112, сообщить о данном происшествии. А нужно ждать какое-то время? Вот там, увидели, сумка стоит, рюкзак стоит, да? Нужно наблюдать, подойдет кто-то, не подойдет? Или сразу увидел, подозрение возникло, и лучше перестраховаться и позвонить? Ну, лучше, конечно, перестраховаться и позвонить, если вы видите конкретно, что это предмет, представляющий опасность, угрозу жизни и здоровья. Такой вопрос. Патрульно-постовая служба, она патрулирует в большинстве случаев какие-то основные улицы или также может зайти в спальные районы? Вот я к примеру того, что вот есть, например, граждане, которые начинают распивать спиртные напитки на территории спального района. Вот, надо, стоит ли обращаться людям к патрульно-постовым, или это не их обязанность, а там есть участковый? Нет. По любому происшествию, сообщению, гражданин может вправе обратиться к сотруднику полиции для решения проблемного вопроса. То есть, если тоже что-то не устраивает гражданина, сразу звоним 112 и сообщаем? 0-2. Можно 112. Два номера, которые обязательно должны все запомнить. Ну что ж, мы вас благодарим за сегодняшнее интервью, за то, что ваш профессиональный праздник вы начали с нашей утренней студии. Сейчас есть возможность для того, чтобы поздравить своих коллег и сотрудников. Хочу выразить огромную признательность всем сотрудникам, находящимся сейчас в строю, и особенно нашим ветеранам, за тот огромный вклад в общее дело становления и развитие патрульно-постовой службы в нашем городе. Хочу выразить благодарность и признательность всему личному составу за высокую самоотдачу, самоотверженный труд, зрелую гражданскую позицию и понимание того, что люди нуждаются именно в нашей защите. И в трудную минуту ждут на помощь экипажей патрульно-постовой службы. Мы присоединяемся к вашим поздравлениям. Поздравляем еще раз вас. Спасибо за сегодняшний день. Спасибо вам. Напомните, утром на студии был Евгений Самароковский, заместитель командира полка патрульно-постовой службы полиции управления МВД России по городу Воронежа. Утро вместе продолжается.